В этом видео хочу поговорить о влюблённых одноклассницах. Честно говоря, в душе не чаю, что за тему вы мне постоянно предлагаете в комментариях под моими роликами, но, как говорится, любой каприз за ваши просмотры с отключенным эндблоком. Российская школа — это вообще как своего рода игра в жанре РП, в которой ты постоянно должен прокачивать и совершенствовать своего персонажа. Например, хочешь, чтобы пацаны в классе тебя уважали, а девчонки и подавно были от тебя без ума? Будь добр прокачивать в себе такие навыки, как сила, агрессия, соблазнительность. Ну знаете, в жизни это всё прокачивать довольно сложно. Поэтому давайте я вам лучше порекомендую компьютерную игру. А порекомендовать я вам хочу охренительную, а главное — бесплатную онлайн-игру про Россию под названием NextRP. В этой игре тебя ждёт огромный открытый мир с реальными российскими городами и достопримечательностями, знакомыми всем и каждому. Если ты любишь роллплей игры, то здесь тебя ждёт более шести активных и развитых фракций. Это мэрия, ФСИН, ППС, ДПС, армия, медики. Каждая из них по-своему влияет на жизнь реальных игроков. А их здесь много — десятки тысяч. И всё это с голосовым чатом. А если тебе не нравится играть по правилам, то тогда ты можешь примкнуть к преступным группировкам. Или же создать свою. Захватывай районы, грабь банкиров, выращивай контрабанду и живи припеваючи. Но в таком случае тебе пригодится надёжный ствол. А для этого в игре есть уникальная в своём роде система оружия, позволяющая добавлять обвесы с разными прицелами, глушителями и магазинами, которые влияют на внешний вид, характеристики и звук. Или может тебе больше нравятся интересные истории и кооперативное веселье с друзьями. Тогда в игре тебя ждёт сюжетная линия, наполненная предательствами, загадками, с интересными персонажами и неожиданной развязкой. Качай игру по моей ссылочке в описании и вводи мой промокод MARAZM, благодаря которому ты получишь приятные бонусы и подарок на старте. А если ты уже играл в NextRP, но давно не заходил, то советую вернуться и заценить последние нововведения. И для тебя у меня тоже есть подарок. Вводи промокод RETURN и получи три бесплатных кейса. Как мы все знаем, девчонки взрослеют гораздо раньше, чем мы. Пока мы в детстве играли в догонялки, в войнушку, покупали себе игрушечные пистолетики. Девочки же, в свою очередь, уже играли в дочки-матери. Пока мы в 12 лет прыгали по гаражам и приходили домой, измазанные в говне на очередную порцию люлей от мамы. Девочки уже собирались компашками, наливали себе чаёчек и сплетничали о том, кто кому нравится, кто с кем мутит. Именно поэтому большинство пацанов пубертатного периода испытывают неудачу при очередной попытке подкатить к своей красавице-однокласснице. А всё потому, что девочки гораздо более умные, чем мы. И неопытных пацанов они читают как открытые книги, да ещё и с картинками. А как мы знаем из учебников по женской психологии, это для них слишком скучно. Поэтому большинство симпатичных популярных девчонок пубертатного периода предпочитают влюбляться либо в пацанов постарше, либо в своих высокоранговых сверстников. Именно такие истории я и хочу вам рассказать в сегодняшнем ролике. В восьмом классе у нас была одна девчонка, которую не то чтобы прям булили, но так скажем регулярно подстёбывали, да и в принципе относились к ней с презрением. Хоть она и была довольно симпатичной, не понимаю правда как это связано, просто так от балды ляпнул. Но как человек она была очень даже не очень. Я помню один раз после того, как мы с ней повздорили, эта дура от лица пацана в нашей школьной группе запостила, что у меня якобы маленький детородный аппарат. Только Клуша забыла поставить галочку анонимно, и в итоге пост выложили как предложку с её именем. И после этого в школе её все подстёбывали, типа ну чё как, проверила, нормально? Ну и в общем влюбилась она в одного крутого пацанчика в нашем классе. Изначально никто об её откровенных каких-то чувствах к нему не догадывался. Но всё прояснилось, когда у нас в школе был День Святого Валентина. У нас была такая практика на первом этаже ставить ящик, куда можно было анонимно кидать валентинки с именем того человека, которому ты хочешь её отправить. И вот я во время урока сижу за одной партой с тем пацаном, и он мне показывает, что какая-то девочка отправила ему валентинку. Я смотрю на почерк, и тут меня осенило. Я ему говорю, так это ж Катька. Он говорит, чего? Я говорю, да сто процентов. Я постоянно с задней парты у неё списываю, я тут куриный почерк из тысячи узнаю. Он говорит, да ладно. Я ему отвечаю, ну иди, проверь. После урока он подходит к Кате и просит у неё списать домашку по математике. Я говорю, нахрен тебе математика, там одни цифры почти почерк не сравнишь. Но он посмотрел на её надписи, типа домашняя работа, классная работа, ответ. И говорит мне, блин, ну ты красавчик, сам бы не понял никогда. И знал бы я, что будет дальше, я бы, конечно, её не палил. Я, конечно, её недолюбливал, но не настолько. В общем, этот пацан со своей компанией решил над девчонкой угарнуть. Он подошёл к ней на перемене, шлёпнул её по пятой точке. И сказал, что-то наподобие, ты мне уже давно нравишься, я тебя хочу и так далее. А девчонка, вместо того, чтобы за такую наглость дать ему пощёчину развернуться и уйти, стала ему кокетливо улыбаться. И после этого случая девчонку в классе ещё больше стали стебать. С одной стороны, она меня тоже бесила, но, блин, это было слишком жёстко. Но тут, как говорится, что поделать, подростковый мир жесток. А самый прикол в том, что после этого случая она начала ещё больше подкатывать к этому пацану. Вплоть до того, пока он из нашей школы не свалил. Нет, не в смысле, что он из-за неё из школы решил свалить, а в смысле, что они с семьёй переезжали в другой город. Следующая похожая история произошла уже со мной. Значит, три каких-то клуши вдруг решили, что я втюрился в свою одноклассницу. А такой вывод они сделали, потому что им вдруг показалось, что на уроке литературы, сидя на первой парте, я пялился на пятую точку нашей одноклассницы, которая в это время отвечала у доски. Вы, наверное, сейчас хотите спросить, действительно ли я на неё пялился? Ай, блядь, ну было дело, ну чё скрывать? Ну, блин, если кардан зачётный, чё тут плохого? Я же не на пятую точку пацана всё-таки пялился. Хотя у современных малолеток тиктокерских уже и такое нормально. И после этого какой-то ублюдок или какая-то ублюдка из той компании овец, которую тут слух пустили, рассказали той самой девчонке, что якобы я к ней неравнодушен. И вы прикиньте, та девчонка набралась смелости, подошла ко мне и напрямую меня спросила, мол, это правда или нет? Я ей говорю, нет. В натуре нет, не то чтобы я тогда стеснялся признаться. Ну, как бы бампер, да, но она сама как человек, нет. Она такая, ну окей, и с разочарованным взглядом ушла. И всё бы ничего, да только следующий месяц моя жизнь стала, так скажем, неспокойной. Эта мадам постоянно меня преследовала и постоянно всеми мысливыми и немысливыми способами пыталась со мной сблизиться. А именно, садилась со мной за одну парту. Комментировала мои фотографии ВКонтакте. Причём там комментарии были из серии бабушек в Одноклассниках. Типа, удачный снимок, как хорошо выбран фон для фотографии. Сука, было у меня там какой-то селфи с энергетиком на фоне школы. После этого ещё пацаны надо мной угорали. Что мне пришлось её из друзей убрать, и потом я ей сказал, что якобы случайно. Но, правда, обратно не добавил. Один раз, когда я просто порофу повздорил с нашей училкой, если что, это была та учительница, которую постоянно все троллили, а когда она начинала в ответ орать, все с этого только угорали. Эта девчонка встала и начала меня защищать. Типа, почему вы на него орёте, что он такого плохого сделал? Я такой про себя, Господи, Еси, на небеси, замолчи, пожалуйста, сейчас! А пиком стало то, когда мы с другом сидели за одной партой, перетирали за всё людское воровское. Эта мудмуазель села впереди нас и начала внимательно всё слушать, о чём мы там с ним разговариваем. Я уже не выдерживаю, подхожу к ней, беру её за руку и говорю, пойдём мы с тобой отойдём. Нет, я не повёз её в Роттердам, хотя мог бы. А, не, не мог бы, денег бы не хватило. Ютуб, если чё, я сейчас про город такой, красивый, Роттердам. А, отвёл я её просто поговорить. Я ей говорю, послушай, красавица, я, конечно, всё прекрасно понимаю, но не для тебя, мама принца вырастила. Не, шучу, конечно, я ей всё нормально объяснил, сказал, что, мол, наши чувства невзаимны, но и она вроде как от меня отстала. Хотя я рассчитывал, что её реакция будет примерно следующей. Да я люблю тебя! И последняя история, наверное, не настолько смешная, но как минимум забавная. А именно, одна красивая мадемуазель из нашего класса влюбилась в какого-то гопника. Вот, кстати, всегда меня это бесило среди девчонок пубертатного возраста, когда вроде бы красивые девчонки влюбляются в каких-то абсусов. Но тут, знаете, как говорится, любовь зла можешь полюбить и козла, поэтому судить никого не будем. И нет, разумеется, она всем там не кричала на каждом углу, что она в него влюблена. Просто, знаете, это было видно по её поведению. Но в чём, собственно говоря, эта барышня подошла к двум пацанам из нашего класса и попросила их об услуге. Якобы после школы они должны к ней на улице приставать, а тот пацан, в которого она втюрилась, якобы должен её защитить. Те, конечно же, отказались, потому что, ну, тот пацан реально был сильным. И растрепали об этом всем остальным пацанам. В общем, долго ещё над этой девчонкой, так, знаете ли, по-дружески угорали, но тот гопник так и не узнал про эту историю. В общем, извиняюсь, что ролик получился настолько коротким, но, блин, нет у меня больше каких-то забавных или вопиющих историй на эту тему. Что ж, а на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео.